Всем привет! С вами Space Room, и мы начинаем наш первый выпуск. Здесь мы с вами будем разговаривать о науке, о космосе и астрономии. Сама я начала увлекаться этой темой около трех лет назад, и столкнулась с такой ситуацией, что большинство людей не знают даже базовых основ астрономии, а кто-то вообще относит космос к чему-то мистическому или несуществующему вовсе. В итоге мы имеем невероятно интересные теории, факты, открытия, но обсудить их, как оказалось, практически и не ски. Конечно, все мы погрязли в ежедневных заботах, проблемах и своих увлечениях. Окружающая нас природа, смена дня и ночи – все это стало обыденностью. Но попробуйте задуматься хотя бы раз в день о том, какое это все на самом деле удивительное и необычное. Насколько сильно раскалено наше Солнце, которое так приятно греет нас здесь, на Земле. Сколько звезд мы видим ночью над головой, и как далеко они от нас находятся. А сколько открыто других планету этих звезд. Или вспомните о том, что большая часть Вселенной – это некая темная материя и темная энергия, и ученым только предстоит открыть их состав. Триллионы звезд, миллиарды галактик и вообще масштабы космоса просто завораживают. Так много всего, что мы уже узнали. Еще больше мы узнаем в будущем. Вы только подумайте о том, как делались в древности все фундаментальные открытия и расчеты, которые используются по сей день. Это просто невероятно. Ведь тогда ученые не имели под рукой даже калькулятора. А нам с вами повезло гораздо больше. Мы можем исследовать этот мир, пользуясь целой кучей инструментов, которые подарил нам научный прогресс. Поэтому вполне возможно, что мы застанем еще более невероятное открытие, которое просто перевернуто наше представление о мире, и это очень воодушевляет. Последние два года я веду космический паблик ВКонтакте, а теперь хочу попробовать добавить еще капельку космоса и на Ютуб. Поэтому предлагаю вам постепенно погружаться вместе со мной в те тайны Вселенной, которые мы уже успели раскрыть или раскрываем сейчас. Если у вас есть какие-то вопросы или темы, которые можно было бы раскрыть в следующих наших выпусках, то обязательно оставляйте их в комментариях. А пока я постараюсь разобрать те вопросы, которые чаще всего задают подписчики нашего паблика. Например, какого цвета на самом деле Марс? Почему не видно звезд на фотографиях из космоса? Или как узнают химический состав каких-то далеких планет? И так далее. Спасибо большое за просмотр. И не забывай смотреть на звезды. Вдруг кто-нибудь посмотрит на тебя в ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok